Привет, друзья! С вами врач-хирург, врач общей практики Кутепов Денис. Первая категория, стаж работает 9 лет. И сегодня разговор у нас будет снова о холестерине. Дело в том, что старая школа, старые учёные-врачи всегда говорили людям, что есть хороший холестерин, есть плохой холестерин. И вдруг объявилась новая школа, которая вдруг начала утверждать, что это всё враньё, что это вообще всё непрофессионально, что, дескать, нет никакого хорошего и плохого холестерина. Кто же в итоге прав? Кому верить? Как вообще простому человеку разобраться во всей этой истории с холестерином? И именно поэтому я сегодня для вас и решил снять этот видеоролик про плохой и хороший холестерин. И окончательно поставить точку над «и» в этих понятиях. Погнали! Итак, как я уже сказал, если вы послушаете старую школу врачей и учёных, все вам будут твердить, что есть плохой и хороший холестерин. Если вы начнёте углубляться дальше и интересоваться, что же называется плохим холестерином, а что хорошим, вы найдёте такую информацию, что хороший холестерин – это липопротеиды высокой плотности, а плохой холестерин – липопротеиды низкой плотности. А плохой он, потому что именно его липопротеиды низкой плотности находят в атеросклеротических бляшках, а как следствие считается, что это основной субстрат для атеросклероза и вытекающих последствий из атеросклероза, таких как ишемическая болезнь сердца, облитерирующий атеросклероз и различные осложнения – инфаркт, инсульт, стенокардия, гангрена. То есть это огромнейшая масса такая заболеваний, которые представляют из себя преимущественную угрозу жизни и здоровью большинства населения. Липопротеидов высокой плотности нету в атеросклеротических бляшках, и поэтому ему присвоено звание «хороший холестерин». Так так это или не так в итоге-то? О, как сказал. Нет, друзья, на самом деле это совершенно не так. И холестерин, и липопротеиды – это вообще разные вещи. Почти разные. Дело в том, что холестерин – это составная часть липопротеидов. То есть липопротеиды представляют из себя такие контейнеры для хранения и транспортировки холестерина. И состоят они помимо холестерина еще из белков, эфиров, жирных кислот и некоторых других компонентов. А холестерин – это всего лишь составная часть как липопротеидов низкой плотности, так и высокой плотности. И холестерин везде одинаковый, что в тех, что в тех липопротеидах. Одинаковый холестерин. Он не отличается по своей структуре, по составу и по своим свойствам. По структуре, составу и свойствам отличаются именно липопротеиды. Эти самые контейнеры, которые транспортируют холестерин. Зачем эти контейнеры вообще нужны? Дело в том, что холестерин – это по сути жирный спирт, жир. А кровь – это, в общем-то, вода по большей части. И, как вы понимаете, капля жира, она не растворяется в воде. А чтобы её транспортировать, как раз-таки и необходимы эти капсулы, которые хранят в себе и транспортируют холестерин. Эти капсулы – липопротеиды. Так что насчёт плохого и хорошего холестерина в буквальном смысле слова, я думаю, что мы поставили точку. Холестерин везде один. И в плохих липопротеидах, в кавычках, и в хороших липопротеидах один единственный холестерин. И он очень нужен организму. Из холестерина состоят вообще все клетки организма. Из холестерина синтезируются гормоны, синтезируются витамины. Он необходим для сурфактантов лёгких, для нормальной работы лёгких. Он необходим для мозга. То есть это очень важный и неотъемлемый компонент нашего организма. А не какой-то страшный негодяй. И возникает вопрос тогда. Если холестерин – это хорошее вещество, почему тогда все стремятся снизить холестерин и считают, что повышенный холестерин – это плохо, это вредно? Ну, тут, друзья, дело, конечно же, как и всегда, в дозировке и в концентрации. То есть любой яд может быть лекарством, а любое лекарство может быть ядом. В зависимости от дозировки. Это как с любым вообще элементом и веществом. Белок – это хорошо, конечно, хорошо, он нам нужен. Но если белка очень много, если есть один белок, все знают, что будет плохо, что это вредно. Жир тоже нужен. Но если есть один жир без белков и углеводов и слишком очень много жира, то, естественно, это тоже вредно. Точно так же и с холестерином. Поэтому холестерин – это хорошо, он весь хороший, но слишком много его тоже не нужно. Надеюсь, это вам понятно. Теперь переходим к вопросу, что если холестерин один, нету плохого и хорошего, что он один, значит, что же тогда делится на плохое и хорошее? Липопротеины. Но что же плохого в липопротеинах низкой плотности и что хорошего в липопротеинах высокой плотности? Почему стараются повысить уровень высокого, высокой плотности и снизить уровень плохого липопротеина низкой плотности? Для чего? И тут, друзья, тоже все не вполне себе так, как вам пытаются объяснить врачи и ученые. Дело в том, что ничего плохого ни в тех, ни в тех липопротеинах нет. Нужны и те, и те. Но у них просто разное направление транспорта холестерина. Вот и все. Липопротеины низкой плотности, которые считаются плохие, они транспортируют холестерин из печени к тканям, отдают из своего состава холестерин, а мы помним, что холестерин входит в эту капсулу, входит в состав липопротеинов, они отдают тканям этот самый холестерин весь, а затем клетки и ткани используют по своим нуждам этот холестерин, но не весь, остаются излишки неиспользованного холестерина. И тут в игру вступают липопротеины в высокой плотности. Их функция забрать излишки холестерина из клетки и транспортировать обратно в печень. И там уже в этой печени либо ресинтезировать, либо просто вывести лишний холестерин с желчью. И поскольку липопротеины в низкой плотности доставляют холестерин к тканям, соответственно, именно по этой причине они и являются составным компонентом атеросклеротических бляшек. Потому что они идут от печени к тканям, от печени к сосудам, но не обратно. И естественно, они несут как в клетке, так и в сосуды холестерин. У липопротеидов высокой плотности, хороших, направление совершенно другое. Они наоборот забирают из сосудов, из других клеток холестерин и транспортируют в печень. Просто разница в направлении и всё. И поскольку они забирают, естественно, они не могут быть в составе атеросклеротических бляшек. Вот и всё, друзья. Разница лишь в направлении. Ни тот неплохой, ни этот нехороший. Каждый выполняет свою полезную и нужную функцию. Но почему же все тогда стремятся снизить именно липопротеиды низкой плотности? Плохие. Потому что именно они в основном свидетельствуют о повышении уровня общего холестерина. Чем больше холестерина общего, естественно, будет больше липопротеидов низкой плотности. Потому что они первичные. Они первые берут холестерин и несут к тканям. А потом уже остатки какие-то забирают липопротеиды высокой плотности. И, соответственно, естественно, при повышении уровня общего холестерина, в первую очередь, будут повышаться в основном, в большинстве своём, именно липопротеины низкой плотности. Надеюсь, вам более-менее стало понятно. Но, раз мы опровергли все эти мнения о плохом и хорошем холестерине, значит, что же получается? Нужно закидывать камнями тех старых учёных и врачей, которые всю жизнь, испокон веку, так сказать, нам говорили о нём, о плохом и хорошем. Нет, друзья. По той простой причине, что они не врали нам и не продолжают врать. Они просто упрощают всю эту схему для лучшего нашего понимания. Даже то, что я объяснил и рассказал, является упрощённой схемой. И представьте, если каждому человеку объяснять вот эту целую полную схему, это очень сложно и для понимания, и для объяснения. И, соответственно, куда проще сказать плохой и хороший холестерин. Все всё поняли и головы остались незабитыми. Ну что ж, друзья, надеюсь, вам было интересно. Кому непонятно что-то, задавайте вопросы, пишите всё в комментариях, делитесь эмоциями. Не забываем подписываться на канал, нажимать колокольчик. Всем здоровья, пока!